Девушки отдыхают Я был очень-очень-очень не уверен в правильности этой идеи В итоге мы не записали эту песню во время первой сессии в Милане А после Милана мы со всеми пьянчужками поехали в Берлин Пытаясь прояснить мысли и наконец-то записать Personal Jesus Потом у нас был шестинедельный перерыв И затем мы поехали в Данию в студию Пук Которая находилась у черта на куличках Непонятно где Там было абсолютно нечего делать, кроме как записывать музыку Итак, мы подошли к Enjoy the Silence И Мартин говорил Я действительно не хочу, чтобы эта песня была в стиле диско Хорошо, Мартин Хорошо, доверьте мне Все идет прекрасно, а не так ли? Давай пробовать Давай экспериментировать Я правда не считаю, что у вас что-то получится Поэтому Мартин, он просто ушел Он просто ушел в свою комнату в первый день работы над этой песней И мы с Аланом вдвоем сели в студии и задались вопросом Как нам переделать эту песню в диско? И я сказал Ну смотри, проще всего взять музыкальную дорожку Которую нам нравится И скопировать ее Итак, мы взяли определенную дорожку И скопировали ее Мы начали за барабанов Позвольте мне загрузить эту сессию Вам нельзя видеть мой пароль Так, загрузился Мы начали С партии Мы буквально скопировали звуки этих гитар О нет, простите, барабанов Вот так Сейчас я их проиграю Некоторые из них фактически взяты из оригинальной песни Мне вообще-то не стоило говорить этого вам Но я это уже сделал Итак Это копия того самого трека Копия той самой дорожки Дэйва там не было Мне кажется, что Дэйв и Флетч в то время уехали домой на выходные Мартин сидел в своей спальной комнате А мы с Алланом вошли в студию, чтобы поработать Окей, окей А я в то время накануне купил большой модульный синтезатор Roland И мы всячески с ним экспериментировали Подключали так, всякий, по-всякому И Аллан сказал О, я думаю, это сработает Я ответил, окей, давай сделаем так Вот так Аллан начал играть и предложил Давай попробуем сделать звук баса Давай пропустим его через секвенсор И он начал возиться с ним И вот, получилась басовая линия Это просто последовательность Секвенция на системном синтезаторе И он сказал Давай еще ее немножко изменим Ну да, это не сложно Вот так звучит очень даже хорошо Но Мартин Нет Он не был заинтересован в этом совсем Мы сказали Ладно, Мартин Нам действительно нужна мелодия Как супер сильная тема А он такой Ну ладно Он вышел к нам И на самом плохом синтезаторе С самым худшим звучанием Он наиграл Мы такие Вау, прекрасно, прекрасно Серьезно? Да, да, да Но не при таком звучании Давай попробуем сыграть то же самое На гитаре Нет Я не хочу больше игры на гитаре В этой записи и так слишком много гитары Просто попробуй Просто доверься мне, Мартин Просто доверься мне И он сказал Я не хочу услышать здесь звуки Обычной гитары Хорошо, взгляни на эти новые эффекты для гитары Давай используем их Ладно, возьмите любое хорошее звучание И он был настолько во всем этом не заинтересован Что он просто посидел там Сыграл этот риф Это буквально пара дорожек Я имею в виду, что это Не самый потрясающий гитарный звук Но на тот момент И в то время записанный всего через один процессор Мы получили часть припева Что позволило ему чувствовать себя комфортно И он просто отыграл эту часть А потом он взял и ушел Он вернулся в свою комнату Мне она совсем не нравится Ладно, Мартин Дай нам еще один день Это все, чего я прошу Если после этого песни совсем-совсем-совсем Не будет тебе нравиться И все остальные скажут, что это пустая трата времени Тогда ладно Мы все сделаем по-твоему Окей Итак, он ушел И мы с Аланом Вместе сделали Большую часть всей остальной части песни Струны, пады, мелодию в припеве А потом вернулся Дэйв Он записал вокальную часть И песня была практически готова Всего за два дня Мартин Мне правда она очень не нравится Но потом приехал Дэниел До этого у него был выходной день И потом он заканчивал запись предыдущей песни Он сел и прослушал все, что мы сделали Увидел весь прогресс Он был одним из людей звукозаписывающей компании Который приезжал, чтобы проверить И увидеть, что мы действительно работаем Итак, он послушал трек На тот момент я сделал черновой микс на Enjoy With Silence Который мне казался неплохим Вплоть до конца второго дня Дэниел послушал его и был в полном восторге Это будет синглом Это что-то невероятное, Мартин Мне правда она не нравится Итак, все остальные Дэйв, Флетч, Аллен, Дэниел И еще пара людей Слышали трек, и он нравился всем Так или иначе, мы вернулись в Лондон После того, как пробыли в Дании шесть недель Мы закончили кое-какие элементы в середине песни Несколько вокальных партий И песня была готова Потом приехал Франсуа Кеваркиан Он микшировал нам весь альбом И все было отлично Но Мартин продолжил свое Мне правда она не нравится Enjoy the Silence не нравится Мы просто смотрели на него И это было сумасшествием с его стороны Но ему просто не нравилась эта версия песни Совсем Но нужно отдать ему должное Он все же пришел на запись этой песни Но Дэниелу не нравилась Как смеширована песня Поэтому нам пришлось поехать в другую студию Где была совершенно другая аппаратура И мы в этой студии просидели Три дня Просто копируя тот черновой микс Который я сделал в Дании С кассеты Мы сидели и делали так Звук А нет, это не такой же звук, как на кассете Вот так и была сделана финальная запись Что весьма иронично, по правде говоря Ведь мы всего лишь использовали простую кассету Все это показывает, какой разный подход Использовался для записи двух разных песен Одна запись была практически такой же Какой ее планировали сделать И как они привыкли записывать песни То есть это была просто небольшая работа над демо-записью Но другая песня была записана совершенно иначе Ничего общего с тем, что они делали раньше И она была сделана так быстро Обычно дебешмо тратили, я не знаю, неделю или две на запись одной песни Бесконечно что-то программировали, проигрывали песню, делали биты Но на Enjoy the Silence ушло примерно три дня Я имею в виду, чтобы сделать большую часть песни Потому что основная ее часть была создана за один день И знаете ли, обе они Тракет за пешмот Для меня работа с этой группой Была очень познавательной И я получил хороший опыт, работая с ними Потому что когда все расслаблены Появляется отличная возможность Поэкспериментировать Не было буквально ничего, чтобы мы не перепробовали во время наших сессий Барабаны, целые барабанные установки Даже если учитывать все то, что дебешмот играла как рок-группа Флэч на басах, Алан на барабанах Дэйв, который само собой поет И Мартин, который играет на этой своей электрогитаре Все это было потом использовано в самых различных сессиях Вот это все и было, работой с дебешмот Субтитры создавал DimaTorzok